Информационное агентство Россия сегодня получит из бюджета 47 миллионов рублей, внимание, на фотохостинг Парада Победы. Фотографы должны будут снять, ну понятно, сам парад. Затем, как Владимир Путин возлагает цветы к могиле неизвестного солдата, как встречает иностранные делегации, а еще акцию Бессмертный полк, концерт и праздничный салют. 47 миллионов рублей, господа, на это дело ухнут на фотосессию. Ничего так, в разгар финансового кризиса, в разгар пандемии, когда вообще непонятно чего ждать от завтрашнего дня, когда ежедневно прирастает армия безработных и пачками разоряются предприниматели. По сути, что сейчас происходит? Да наше будущее стирается, эксперты всего мира в голос орут. Последствия нынешнего кризиса, усугубленного эпидемией, обещают быть тяжелейшими. Проводят аналогию с Великой депрессией в США, только на этот раз в планетарном масштабе. На бат умные люди бьют. А мы в это время со своей недоэкономикой по 50 лямов на фотосессии спускаем. Хочется спросить, совсем с ума сошли? Деньги некуда девать? Один, блин, бордюры и плитку укладывают утроенными темпами. Зато господин Собянин говорит нам, прямых выплат не надо. Как же так, Сергей Бордюрич? То есть 700 раз плитку в Москве, у тебя денег есть переложить, а прямых выплат денег не надо. Эти вот решили себя любимых на камеру. Пощелкать, заплатив чемодан народных денег почти 50 миллионов. Напомню, что дальше. Конкурс народного рисунка за пару ярдов объявим. И да, кстати, а ведь информационное агентство «Россия» сегодня возглавляет всеми вами любимый Дмитрий Константинович Киселев. Мне вот даже интересно, как он у себя в своей программе в гостях у сказки на ВГТРК такую расточительность оправдать попытается. Если, конечно, попытается, начинаем! А вообще этот кризис здорово обнажил всю вороватую сущность российских чиновников. Она вышла на первый план и стоит особняком, хотя нет, не просто стоит в глаза бросается и только слепой он его не видит. Ну вот, чуть выше показал вам выступление депутата Резника в Заксобрании Петербурга. Депутат Заксобрания Петербурга офигевает от того, как ведет себя мэр Москвы или Сергей Бордюрович, как его ласково окрестил господин Резник. Да вся страна тычет пальцем столичного градоначальника. В правительстве кое-как наскребли копеечку для разовой выплаты оставшимся без работы людям. Причем там слезы, мрот, 12 тысяч налицо. Мы чуть ли не смс-ками собираем деньги на мотивирующие премии врачам, и это не метафора. В ряде регионов губернаторы реально к людям обратились с просьбой скинуться на борьбу с коронавирусом. Ага, а Бордюрыч в это время тратит миллиарды на то, чтобы плитку на московских улицах переложить в очередной раз, третий за год, по свидетельствам очевидцев. И вы знаете, прям вот себе представляю этого среднестатистического москвича, который сидит под домашним арестом, типа на карантине. Единственная мысль, которую человек гоняет в голове, интересно, а плитку на Ремезово в этом месяце уже переложили. А на автозаводской возле бывшего рынка, это ведь очень важно. Лишь бы не забыли, или другой пример, пожалуйста, афера с продажей Сбербанка. Вот, рассказывал в предыдущей программе. Власти сами себе банк продали за 2 триллиона из Фонда национального благосостояния. Сами себе. А нам опять денег нет, ну вы держитесь. Господа чиновники, я вам подскажу, что еще можно сделать. Черное море у Нептуна, попробуйте выкупить. Вот эта, Жень, книжка называется «Бизнес, это глагол и существительность». Страница 214. Строчка, сейчас скажу, наверное, шестая. Самым сложным, зачитываю, самым сложным будут 19 и 20 годы. Особенно 20 год. Эта книга написана в 17 году. Ну а вот эта история меня добила окончательно. И так наше правительство, наконец, перешло от слов к делу. Они все-таки разработали какой-то антикризисный план. На реализацию этого плана выделили конкретные деньги, триллион. И вот там, в этом триллионе, есть 100 миллиардов на поддержку коммерческих структур, то есть бизнеса. Правда, поддерживать будут не всех и не сразу, а в порядке очереди и лишь те предприятия, которые попали в перечень системообразующих. Так вот, скандал на этой неделе разразился. Выяснилось, что в тот самый перечень системообразующих предприятий попали букмекерские конторы. Господа, вы не ослышались. Букмекерские конторы у нас оказывается системообразующими для экономики стали. Браво! Чуть позже стало известно, что попали в заветный список интересные бизнес-структуры. Отнюдь не ошибочно их туда внес первый вице-премьер Белоусов, по сути, главный экономист страны. А еще человек, который на протяжении нескольких лет активно лоббирует интересы игорного бизнеса, подозреваю, не бесплатно. Но это еще не все. Оказалось, что жена господина Белоусова, Лариса Владимировна, может иметь в букмекерских делах свой интерес. Вот вы знаете эту фразу, которую я уже в каждой программе употребляю, кому война, кому мать родна. Давно пора антикризисным девизом нашей страны сделать. Написать большими буквами на бигбордах и вешать такие бигборды на входных группах правительственных учреждений и администраций. Вообще обалдели. В открытую шкурят и все это видят. Это реальная журналистика обирателей Емель Русских. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. А впрочем, то, о чем рассказал Выше, это всего лишь история из разряда мелочь по карманам тырить. Глава счетной палаты Кудрин тут гораздо более интересную идею прокинул. Где взять денег в эти непростые времена? В смысле, человек придумал, и вот сейчас держитесь за что-нибудь правильно у нас с вами. Но он же главный аудитор, инспектирует финансовые и кредитные учреждения, в том числе так и вот. Господин Кудрин выяснил, что у всех у нас вместе взятых у физических лиц, если на понятном языке говорить, на банковских счетах сегодня лежит порядка 30 триллионов рублей. Представляете, какая куча денег, и они лежат. Просто так. Короче, случилось у Алексея Леонидовича обильное слюновыделение. Он возьми да и предложи, давайте эти деньги у народа заберем, ну то есть взаймы, как будто бы попросим. А на внутреннем рынке тогда у кого деньги можно взять? Это те свободные деньги, которые, ну во-первых, вкладов населения в банках 30 триллионов. Понятно, что они не просто там лежат. Вот так вот, друзья, опять нужно спасать экономику и козлоухих чиновников, и опять это будешь делать ты. Ну не Виксельберг же с Сечиным, честное слово. Да этих и счетов-то в российских банках, скорее всего, нет. Они предусмотрительно хранят капиталы за бугром. А вот ты, который, вопреки мерзейшей политике грабежа, умудрился таки накопить там какой-нибудь миллион, сначала эти твои сбережения данью обложили, две недели назад по распоряжению главного. Не каждый вклад один миллион рублей, а в совокупность вкладов. Объектом налоговложения является человек и его доход, а не вклад. А теперь и вовсе решили, что твои деньги нужнее родине, ну вернее, не совсем родине, скорее дяденькам, которые твою родину потихонечку прокакивают, от слова прокакать. Но ты не переживай, тебе дадут какую-нибудь бумажку-облигацию взамен, может быть, даже значок почетного спонсора государства, ну если у тебя там нормально на счету лежит, подумай, как это классно. Ты все равно эти деньги проел бы, а тут сможешь стать соучастником знаковых событий. Твои накопления пойдут на оплату новых фотосессий Владимира Путина, например, через Киселевское агентство «Россия сегодня», или на то, чтобы Бордюрыч смог в четвертый раз переложить плитку по всей Москве, а то и вовсе. На поддержание штанов владельцев каких-нибудь интернет-казино. Ну разве ты не испытываешь чувство гордости? «Представляешь, ты станешь частью всего этого?» Не благодари. И чтобы не на грустной ноте, а вы в курсе, что Славьев, Киселев, Скобеева, Захарова, Навка и даже Лиза Пескова обратились в российский парламент с просьбой придумать какую-нибудь ответственность за оскорбления в интернете общественных деятелей, коим ребятишки себя причисляют. Слушайте, дожили. Проходимцы и лжецы, половина из которых, к слову, имеют гражданство других государств, называют себя российскими общественными деятелями и просят защиты у нашего государства. Это дурной сон какой-то. Сами себя назначают кем-то, с кем и нужно считаться. Просят исключительности, а следовательно, индульгенции. И я прям представляю, что каждому из них выдадут удостоверение, в котором будет написано «Друг короля» или вот так. Ты знаешь, что я? Я вор. Впрочем, это уже совсем другая история, а это была хреальная журналистика. Сегодня вот так. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Заходите, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.